Ну а Порошенко в эти дни с предвыборным турне в США. Казалось бы, его выступление в штаб-квартире ООН должно было быть адресовано членам Генассамблеи. Но выступать украинскому пока еще президенту пришлось при полупустом зале. Об особенностях поездки наш САПКОР в США Валентин Богданов, мимо которого Порошенко пройти не удалось. Лидеры стран на Генассамблею ООН обычно приезжают в сентябре, а не в феврале. Но Петр Порошенко в цейтноте. Скоро выборы. До осени, как президент Украины, он может и не сохраниться. Процентов к рейтингу кандидата должны были добавить все те же не раз звучавшие обвинения, похожие на прошлогодний снег. Визит пресс-служба Порошенко анонсировала как лаконичный, но проговорил он целых 40 минут. Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой. Это не имеет ничего общего с обороной. Группа предназначена для военного удара. Военные эксперты звучат так же размыто, но так же напыщено, как британские ученые. Впрочем, британская же Хайли Лайкли как раз является частью того дипломатического стиля, который Порошенко так старательно копирует. На это обратил внимание наш постпред Василий Небензя. Избранный в 2014 году президент Порошенко объявил себя президентом мира, обещавшим немедленно завершить конфликт на Донбассе. Но не успело мировое сообщество свыкнуться с этим анонсом, как президент Порошенко превратился в президента войны. Войны, которая продолжается до сих пор. У США постпреда в ООН нет и, видимо, еще долго не будет. Спикер Госдепа Хизер Науэрт в последний момент занять вакантную должность отказалась. И потому на пас с восточного фланга НАТО, туда Порошенко отчего-то поместил Украину, откликнулся зам постпреда Джонатан Коэн. Россия должна обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ к международным наблюдательным миссиям в Крыму. Соединенные Штаты призывают Россию немедленно освободить более 70 украинцев, которые несправедливо лишены свободы. Про нашего коллегу Кирилла Вышинского, которого без всяких на то оснований киевские власти отправили за решетку только за его позицию, ни слова. Не вспомнил о нем и Порошенко, когда ходил к генсеку Антонио Гутеррошу, передавал подписи о содействии в освобождении украинских моряков. Их Киев втянул в свою же провокацию в Керченском проливе. Из офиса генсека с 38 этажа Порошенко спустился на лифте в кольце охраны. В холле мы его и перехватили. Петр Алексеевич, когда освободите Кирилла Вышинского, нашего коллеги? 24 украинских моряка находятся у вас незаконно в тюрьме. Вы обязаны перед ними извиниться, немедленно выпустить, потому что вы агрессор, вы нарушитель международного права. И вы и ваш лидер убийца украинцев. Ну а Кирилл? С Кириллом-то что? Вы же его лично знаете. Финальный пункт заезда за океан – Филадельфия, где в местном совете по международным делам Порошенко вручают премию «Государственный деятель». Согласно данным на сайте этой организации, членом совета можно стать за 60 долларов. Студентам скидка за 35. Расценки на элитное членство посерьезнее. За самую дорогую позицию глобального мецената придется выложить уже 15 тысяч долларов. Впрочем, ради пары процентов к страдающему рейтингу, наверное, даже немного. Валентин Богданов и Иван Уткин. Весть из Нью-Йорка. Редактор субтитров А.Семкин